здравствуйте с вами программа гипотеза и я лили и ликова мы возвращаемся в наш формат беседы с невидимым собеседником надеюсь что лето у вас прошло хорошо а в международных событиях лето прошло очень насыщенно в италии сформировано все-таки правительство изменений которое начало активную работу это вызывает множество сопутствующих событий это и казус дичотти про который мы еще с вами будем говорить следующих программах это и экстренный саммит евросоюза и много чего интересного осень начнется не менее интересно осень начнется с событий в швеции правильно я говорю да правильно здравствуйте 9 сентября выборы в рикстаг в швеции к этим выборам сейчас приковано очень много внимания у специалистов кто занимается скандинавии и не только и у тех кто занимается европой чем эти выборы так интересно давайте посмотрим швеция что это такое но мы все знаем что швеция это икея швеция это крупнейшие все таки и такая наиболее стабильная богатая страна скандинавии швеция это страна в которой по статистике больше всего в евросоюзе мигрантов беженцев и страна про которую мы до последнего времени вообще не знали что там бывают какие-то столкновения какие-то беспорядки что там что-то неспокойно то есть швеция это вот такой островок это шведская модель социальной стабильности в котором все хорошо тем не менее сейчас возможно такая ситуация что в швеции все тоже изменится швеции пройдут выборы 9 сентября как раз как уже было сказано и есть большие опасения у ряд людей которые не хотят у шведов там у других европейцев есть также большие ожидания что тоже правая партия в швеции может занять какие-то очень такие может быть пока еще не не лидирующие позиции но очень позиции близкие к власти какая-то партия эта партия шведские демократы ими как и сам настоящий швед как он себя позиционирует видите такая очень постаральная картинка то есть эмблема этой партии это такая вот красивая красивая ромашка не стоит обольщаться потому что партия ультраконсервативная толка эта партия которая своими девизами провозгласила возврат к шведкой шведскости допусть это по-русски и не очень удобно звучит это национализм консерватизм это шведская идентичность шведский язык шведские традиции вот это то что для них важно вот как они сейчас еще одну картинку покажу вот как в швеции проходят различные мероприятия которые организуют шведские демократы и различные их например антимиграционные естественным образом вот тоже на следующей картинке антимиграционные высказывания почему антимиграционные вообще по статистике которая разница потому что нет четкой статистики по беженцам но в швеции по разным подсчетам от 17 до 24 процентов население не шведского происхождения вот я вам покажу такую картинку которую на самом деле мне подарили итальянские коллеги в ходе дебатов скажем да по поводу того много ли в италии беженцев или нет вот здесь швецию мы видим на первой строчке видите извеция это по-итальянски 23,4 процента людей не шведского происхождения италия здесь как раз вот где-то в хвосте плетется по другой статистике но на самом деле статистике тут доверять вот на сто процентов не стоило бы потому что она пока вся вот только еще собирается в чем проблема с шведскими демократами они могут занять сколько мест в рейхстаге какое количество мест и что из этого будет следовать вот смотрите значит во первых за что они выступают в чем проблема под в чем проблема на взгляд социалистической партии в швеции которая сейчас правящая партия значит давайте разберемся прям сначала та партия социал-демократическая партия это старейшая партия demonstrated старейшая шведская партия которая крупнейшая которая почти 100 лет уже тому власти в том или ином виде в швеции это социал-демократическая партия которая про миграционная и неспроста то есть эта партия очень мы но действительно социалистического толку то естьта вот модель шведского социализма который мы знаем это в многом их достижения. Когда они заводили речь о миграции, я имею в виду социал-демократическую партию, у них на это были свои резоны. Потому что, если мы обратимся к статистике, к истории Швеции, то был период где-то с 70-х годов демографического кризиса, когда просто происходило старение населения, снижение рождаемости, и количество шведов стало сокращаться. Просто дайте мне вопрос, сколько населения в Швеции сейчас? Чуть больше 10 миллионов. По официальной статистике, там 1 миллион 750 тысяч, примерно, вот так вот, людей, которые приехали. Ну, как бы... Но это ведь не 23 процента, как на табличке, на итальянской табличке. Никак на итальянской табличке. Шведская статистика дает тоже небольшой разброс, но ближе к 17 процентам. От кого-то опять из средиземноморских коллег слышишь про 25 процентов, но тут сложно, правда, учитывать. Нужно всегда смотреть, насколько четко поставлен сбор статистики. Вернемся к социал-демократической партии. Какие у них были резоны? Они стремились приглашать людей именно для того, чтобы в стране не было сокращения населения. Это раз. С другой стороны, они старались таким образом решить не только демографические проблемы, но приглашая молодое, активное, трудоспособное население из других стран, они таким образом способствовали росту экономики. То есть основным их решением и демографических, экономических и миграционных проблем был девиз приглашать и интегрировать. И именно, ну, кстати, это принесло свои плоды, потому что где-то в последние года 3-4 население Швеции растет темпами примерно 200 тысяч в год. Это естественный прирост или миграционный? Это в целом прирост. Он не уточняется, естественный или миграционный. Но при этом, например, указывается, что порядка 150 тысяч – это мигранты из Сирии, немножко меньше из Ирана, в два раза меньше из Ирака, еще приезжают люди из Эритреи. До этого у них был большой поток мигрантов из Сомали, в то время, когда еще в Сомали. Велись военные действия. Теперь туда приезжают люди из Марокко, из Афганистана. То есть весь тот миграционный поток, который заходил в Европу в течение миграционного кризиса 15-16 года, он дошел и до Швеции. Швеция все-таки достаточно теплая по сравнению с Норвегией или с Северной Финляндией. Поэтому высокие социальные пособия, более-менее благоприятный климат, он оказал свое влияние. И именно за это как раз их и, я имею в виду, именно за это социал-демократическую партию и критикуют сейчас шведские демократы. Вот снова. Вот так вот проходят митинги в Мальме. Это все материалы со странички шведских демократов в Фейсбуке, потому что сейчас все эти партии ведут очень активную позицию. Это да, это их митинг. И в комментариях тут написано, что очень много людей, даже площадь не могла вместить. В Мальме, помню, там правда слишком много людей. Это шведские демократы? Это шведские демократы. Или с Сал-демократы? Нет, это шведские демократы собрали людей на митинг в Мальме. Чем интересен Мальме? Мальме это город, в котором порядка 45% сейчас живет людей не шведского происхождения. То есть практически каждый второй. Вот. Это их страничка в соцсетях. Теперь давайте посмотрим, что шведские демократы говорят про то, что сейчас происходит. То есть как они критикуют. Вот здесь такие два постера, в которых они описывают ситуацию сейчас, которая в Швеции как хаос. Возлагают всю вину на рост преступности, на геттоизацию вот этих вот этнических анклавов, приехавших беженцев, иммигрантов. Всю ответственность они возлагают на социал-демократическую партию. Все говорят, что это была ложная политика иммиграционная, и это была ложь, когда всем говорили, что это хорошо. То есть такая вот достаточно популистская на самом деле позиция, если мы сравним с той же самой предвыборной кампанией Лиги Севера в Италии, которая была. Она очень похожа. А вот вопрос, шведские демократы выступают против миграции вообще? То есть, насколько я помню, в шведской миграции достаточно большое количество процентов европейцев. Из Польши, из Прибалтики, из стран Восточной Европы. Достаточно много людей переезжало. То есть они против миграции вообще или против миграции из каких-то определенных регионов? Совершенно верно. Они не против миграции как таковой. Потому что если мы обратимся к сайту управления по делам миграции, мы увидим, что там даже сами формы подачи заявлений, они переведены на несколько языков. Все очень четко. Русский там тоже есть. И как неоднократно уже слышали от коллег, которые из Скандинавии, и занимаются миграционной политикой, то есть русскоязычных, мы не будем говорить русских, да, россиян, мы будем говорить русскоязычных. То есть это территория бывшего СССР. Мигрантов достаточно много. И на самом деле получается так, что вот эти структуры миграционные, они настроены, чтобы таких людей принимать. Но здесь речь идет о других. То есть здесь очень четко разделяются мигранты и беженцы-мигранты, да, люди инокультурные. И вот если мы будем говорить о той позиции, которую занимают шведские демократы, то они, скорее всего, позиционируют себя как против инокультурных мигрантов. Они хотят, чтобы поддерживалась шведская идентичность. Были такие даже съемки, вот потом возьмем такой ролик, на котором они показывают себя, то есть они выходят на митинги в национальных костюмах шведских. То есть кому-то там на этих митингах это кажется смешным, но люди так выходят и говорят, это наши корни, это наши традиции, это наша шведскость, это наш язык. И мы будем жить вот так, потому что если не так, то нас не останется. Шведские демократы достаточно часто связывают рост преступности и анклавизацию именно с потоком из африканских и ближневосточных стран миграции. Это обосновано? Если мы будем опираться на данные, которые предоставляют шведские демократы, они приводят какие-то статистические данные, которые свидетельствуют в пользу того, что это так. Другое дело, что данных статистики из Швеции получить достаточно сложно, потому что, на мой взгляд, представители таких ведомств, они стараются не обострять ситуацию, подчеркивая этническое происхождение людей, которые участвовали в тех или иных противоправных действиях. То есть это достаточно трудно найти. Но напомню вот такой случай, который, когда в Португалии, например, тоже мы говорили по поводу миграции, было сказано, что даже полиция не имеет права разглашать информацию, какого цвета была кожа у человека, который совершил противоправные действия. Белое, там, желтое или темное. То есть это просто табу абсолютное. И в Швеции похоже, что тоже так. Понятно. Вопрос. 9 числа будут выборы. Когда можно будет говорить про успех шведских демократов? Какой результат будет успешным? Вот на прошлых выборах они совершенно неожиданно получили почти 13%. И, ну, это был такой неожиданный достаточно неожиданный процент. Никто его не ожидал, потому что буквально там за некоторое время до этих выборов правительство страны призывало население распахнуть свои объятия навстречу мигрантам и оказать всяческую поддержку, интеграционную активность по отношению к людям, которые приезжают. Вот шведские демократы, они говорят наоборот, что мы не должны поддерживать никакую культуру людей, которые приезжают к нам. Наоборот, люди, которые приезжают к нам, они должны ассимилироваться и принимать нашу культуру. Потому что Швеция, вот буквально, Швеция это не вакуум. И поэтому, если они приехали, пусть будут добры включаться в нашу культуру. Сейчас, да, процент. Есть ожидание, что они могут получить порядка 20%. Тогда они станут второй по численности партии. Сейчас они пока третьи. Но тут тоже интересный будет расклад, потому что даже если они получат 20%, это не даст им однозначного преимущества. В коалицию с ними вступать никто из других партий не захочет. С одной стороны, может показаться, что они все равно окажутся за бортом. С другой стороны, мы вот видим на примере Австрии, например, когда австрийская партия свободы сначала казалась маргинальной. Сейчас, как мы знаем, она в правящей коалиции вместе с австрийской народной партией. Или то же самое, как это было в Италии, когда Лига Севера с ее жесткой антимиграционной позицией, которая сейчас уже реализуется, она была абсолютно неприемлема для левых, которые управляли Италией. И мы видим, что сейчас, пусть там три месяца длилось формирование коалиции, но сейчас движение пяти звезд на момент Чинквистели и Лига Севера, это уже правящая коалиция, которая в действительности реализует крайне ультраконсервативную, крайне правую позицию по отношению к мигрантам. То есть тут ждем 20%, не 20%. То есть 20% тоже успех? Да, конечно, для них это тоже успех, тем более в Швеции. А в Швеции что? Швеция, ну давайте посмотрим. Швеция, во-первых, сама приглашала мигрантов. Во-вторых, Швеция позиционирует себя, если бы мы посмотрели на страницу социал-демократической партии, вот здесь просто нет сейчас возможности ее показать, то они до сих пор позиционируют себя как островок благополучия. Что это Швеция не имеет цвета, Швеция не имеет границ. Буквально вот так. Можно сказать, так как в Швеции достаточно высокая явка на выборы, там традиционно голосуют достаточно большое количество населения, то есть 85-88% людей, имеющих право голоса, то большое количество голосов за шведских демократов или против них, ну за них сначала, это показатель такой поправения шведского общества, если можно так сказать. На мой взгляд, да, однозначно идет правый тренд по, ну вот видите, он уже докатился буквально до Скандинавии, которая откликалась позже других, ну в силу ряда причин. Во-первых, потому что все-таки туда ехало не столько беженцев, как в Германию, то же самое. Во-вторых, все-таки там как-то, ну старались, это очень много усилий прикладывали к интеграции, и как-то все эти вопросы сглаживать. Тем не менее, если мы видим, что уже и Швеция, увидим, что и Швеция проголосовала, пусть там одной пятой, но за правых, это дает возможность говорить о том, что все-таки Европа вот она четко берет крен направо, и получится через какое-то время, что левые партии, они окажутся в меньшинстве. То есть это вот кризис какой-то левых идей и разворот вправо. Можно вопрос. Отношение шведских демократов к ЕС, к Европейскому Союзу и участие в нем Швеция. Они евроскептики или все-таки они выступают? Однозначно, они евроскептики, они против диктата Брюсселя, как они тоже, вот это все евроскептики так говорят. Они за собственную идентичность, за собственный суверенитет, они за консервативные ценности, они за семейные ценности. То есть я вот могу коротко, да, показать их, как они себя сами позиционируют. Это промо-ролик, в котором показываются люди все на таком сером фоне, как все не очень хорошо. Это шок, это преступность. Голос за кадром в это время рассказывает о том, что взрываются машины, кстати, большая проблема. Поджоги машин, то есть они прописывают уже, что это буквально там развлечение какое-то. Поджоги, уличная преступность, вот, и как раз и имя Окинсона рассказывает, что это просто хаос, в котором мы живем. Вот, в то же время вот противопоставляется такая чистая, в кавычках, да, исконная, как они представляют, Швеция, которая вот у нас шведская Швеция, какой она и должна быть. Ну, буквально, то есть тут говорится о том, что мы за то, чтобы у нас были семьи, и так будет, мы за права детей, и так будет, мы за порядок на улицах, и так будет. Видите, противопоставление, то есть начали с того, что все плохо, все серое кругом, Полиция должна задерживать людей, которые нарушают порядок, и уже вот так вот красиво должно быть, на самом деле, такая вот Швеция, и кто ее спасет. То есть обычная роль. Вопрос. Вы сказали, что этим летом на юге Евросоюза произошло очень много событий, связанных с миграционными вопросами, с миграцией в Италии, в Испании, Франции и так далее. Вопрос. Швеция принимает все еще поток? Продолжается в Швецию мигрантов или он уже прекратился? На сайте Migration for Kertz как раз миграционного управления в Швеции написано, что число мигрантов в Швеции продолжает расти. Это статистика этого года. Например, на 1 марта 2018 года они приняли более 3000 человек, которые были перемещены из Италии и Греции. Но поскольку Италия и Греция отказываются размещать всех, кто приезжает на свои территории и обращаются как раз к Евросоюзу за помощью, это еще было время, когда предыдущее правительство действовало в Италии. Вот оно договорилось о размещении этих людей в Швеции. И, например, в феврале в конце подчеркивается тоже данные миграционного управления Швеции, что Швеция это третья страна в Евросоюзе, которая по количеству квот на прием мигрантов. К чему это приведет и как сыграет вот эта вот предвыборная кампания, я думаю, что мы будем смотреть. Как эта кампания повлияет, будет закрыт поток или нет. Потому что Германия закрывается, Италия закрывается. Австрия закрылась. Да. Не так много остается стран, которые готовы принимать. Совершенно верно. И эти выборы, по сути, могут привести, изменить ситуацию в таком ключе, что и Швеция начнет закрываться. Если на значимые позиции выйдут шведские демократы, скорее всего, да. То есть и Швеция начнет разворот, она перестанет позиционироваться как страна открытая для миграции. И, скорее всего, будут какие-то действия. Но тут вот нам осталось посмотреть совсем немножко. 9 сентября пройдут выборы. То есть это воскресенье. В это воскресенье пройдут выборы в Швеции. И мы сможем увидеть эти результаты. А потом попробуем обсудить их с экспертами из Швеции. Спасибо за внимание. Встретимся скоро.